доброго времени суток дорогие друзья с вами тексас студия sltv и наконец-таки я возвращаюсь комментированием матча с эмиссерии прошу прощения и у нас как обычно команда анима онек ну и сегодня их оппонент это тим и не вы и сорян так уж получилось но первую карту я пропустил там победу одержали он и ки так что это вторая карта формат best of 2 он не знает формат проведения сами серии вы можете ознакомиться с этим на сайте dota 2 star ladder . dota 2 . star ladder . tv ну а в принципе если кратко то играются группы топ-4 проходят дальше по мэн дивизиону те кто летает в пятое восьмое место сначала падают в дивизион там и биси и так далее там по моему 4 дивизионных в общем сложности получается и в общем там уже нет шанса на ошибку там нужно занимать топ-4 или все покидание сами лиги этого сезона ну и в принципе он и ки у нас сейчас играется стране геля и он и ки у нас первую неделю отказали в топ-4 даже там мы были то ли первое место точно не помню но в общем не суть так как на этой неделе не катают в мэн-лиге в мэн-лиге и в принципе у них есть все шансы там и остаться на следующую неделю ну кстати у нас team anyway это единственная команда в группе b которая имеет 0 очков потому что только не вчера проиграли 2-0 против шазбы все остальные игры были сыграны 1 1 мы сейчас не тоже к этому близки чтобы проиграть и вторую игру дня ну и если начать неделю звук поражения то можно и никуда и не пройти смысле следующий раунд посмотрим в принципе понятно дело там один день сыграли краски сегодня проиграли катку но можно сделать еще и ничью и дальше можно вообще всех трощить ну и давайте все-таки смотреть на пике у нас бисмастер cmk и эрспирит у оныков зевс энчатрос луна и найс сталкер у тим энивей ну и по банам это аутуар девауэр пейслесс войт спектра на час профит лаун друид инвокер урса варьер в принципе урса просто ну и феникс ну и дес профит залетает пик для оныков последний бан от энивей это сларк ну и последний бан остается для оныков в принципе избавляться нужно от хард лейнера скорее всего потому что на и сталкер с большой вероятностью будет суппортом хотя кто их знает может быть и в харду пойдет сми герой довольно таки наверно так сказать будет правильно ну вариация в общем хорошие там вариативный герой это будет от краски правильно звучать но в общем решили войтает хантера решили что нас все-таки будет суппортом ну а он и кам краски нужен керри и понятное дело забанили последний пиком с ларком в любом случае у них время будет еще в обдувать так как и не вы буду вот по своим последним пиком но и у самих еще целая минута и 13 секунд помимо 30 секунд обычного твайма на пик времени полном в принципе по пику сказать энергия конечно есть там cm к подземелью под дпш q и даже под без мастера там топоры по кулдауну принципе питоз по кулдауну все летит и в общем краски аркен ауром будет очень-очень круто заходить да и цемка не забываешь что это самый дамажий герой а в паре с распиритом дэмажа будет просто завалить и абадон залетает на последний пик похоже они вы решили сыграть через нс абадон харде в принципе хотя нет она будет немножко неправильно так как оставлять соло луну вообще не стоит у нас слишком толст тонкая ну и вайпер залетает на вас пик и кстати может быть даже в харду отправиться в принципе ну конечно да цемка харде такая себе ноут вайпер харде очень сильно и подземелью в принципе можно по убивать там будет очень сильное слово и там как бы тонкие герои ну посмотрим на рассылке пойдут карту потому что вайп хотя пожить и может вайпер мид а дпш к будет линия и так ссоре у меня что-то произошло а меня группа это как обычно это норма для первой карты дроп у меня полностью из доты так что будем переподключаться да и напоминаю что это у нас вторая карта так как на первую карту мне по тех проблемам не будет сорваться как раз я их пофиксил там буквально через три минуты после того как игра стартанула так что ссоре ну и возвращаемся в игру на проверю трансляцию вдруг потому что последнюю неделю стивил на азубу матч и задержка есть все есть так все в порядке рамка не стоит и кстати вот так вот на рандоме все очень классно сыгралась у меня залетел хут вернее не худ а лодскрит от старладдером на кстати у нас у тимменивый тоже дроп на 2 игрокам так что нормально мы ничего не пропустили ну что смотрим кто на ком играет тимменивый тигр у нас на абадония мординг шот на луне тло у нас на найт сталкере миги у нас на энчантрас и cold front у нас на зевсем да и кстати тем временем на ли проигрывают со счетом 20 да конечно новая эра на сегодня не зашла кто санейка сегодня перифидел ну ладно в принципе давайте игре этой у нас спасибо за то что ты есть аня играет на цемке вам это оскар ультрамикс у нас на бестмастере террорист у нас на дпш и кстати террорист был хард лейнером а теперь похоже стал мидером интересно почему так решили сделать ну в принципе давни то есть на лукер фолл плеер мид а возможно у них какая-то проблема в команде все что мидер да там делся пропал и краски сейчас мидера ищет ну да ладно имперчик у нас на air спирите и сс у нас на вайпере расходится половина давайте посмотрим на стандартные закупки вернее стандартная на первоначальной закупки эталон есть у ультрамикса такой стандартный айтем для хард лейнера в принципе понятное дело будет подфармливать при помощи его ли сам ну и принципе больше ничего такого не стандартного нет ну и по лайнам все таки получается у нас будет дпш коммит а вайпер просто керри вайпер на изи лейне но не знаю такое вижу крайне редко даже почти никогда ой 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 лови тут байт и очень больно сифон наплевывает ну понятное дело это фб хоть и очень толстый но увы слишком уж подставил со мной да конечно на первое качала у нас просто байт цемочка хотя в любом случае на бы выкачала потому что в лесу он ей нужен а там быстренько подфармит 3 левел краски там либо арканы ауру качает двоечку либо просто один-один раскачку и будет уже крайне полезной руну в понятное дело для death profit ну и дать користь у нас будет мигером а там снизу руну забрал забрала луна на кстати давайте посмотрим варды пока что такое самое полезное самое интересное вар стоит вот такой понятно не вам дочи спал ну естественно тут жмешь аль ставишь на самый край в общем все easy ну и трой вар стоит выкают в виду в принципе принципе не плохо потому что здесь его вряд ли прощекает так как верхние ударить ну сюда будет странно по крайней мере посолю где-нибудь ближе к виду туда там это одна верхняя и все задевардели нос имперчик то есть сейчас выйти какой-то ганг поймать но пока что слишком далеко ли не находится я может быть что-то и получится ну и дико крыло смит пошел в принципе возможно спалить нет просто начинает наяривать накручивать но и полетела торнадо на смита что будет чуть-чуть мешать террористу ну да по вардам от и не вы мы не посмотрели как видим вар стоит вот такой вот в принципе вард отлично так как все-таки здесь дабла стоит а не трипла время здесь дабла а не соло кота героя и не трипла в харде ну и трое вар такой line вард на линии очень стандартный но в принципе из минусов это то что у нас ни одна не другая команда не видит руны но все таки вот наверное больше минус будет для тима не вы так как у них вар стоит краски почти там по флангам фактически а тут хотя бы в миду есть так что хоть какие-то перемещения будут видны в принципе посмотрим что из этого выйдет пока что не сказать так прямо плохой вард или хороший в общем варты таки более-менее стандартные ну что в принципе там цемка понятное дело своим форсбай там контрит энчантрас который пытался там выйти с медведем она что-то сделать снизу у нас абадон краски с луной но это не знаю да краски слива вадон там в харде он всегда сильный потому что краски там толстый герой идут быку это фатишил все взрывается всем больно но не знаю решили сделать так пускай почему бы нет так как сейчас секунду запустилась трансляция еще в окне возможно были спайки или это исправил ну принципе в принципе что у нас миндум давайте этот блог проски посмотрим а сам пошло сражение против cold front а воюй против террорист террористы наверно должен побеждать охрана хорал чтобы проходили медсетки слышно не тебя сейчас будет закинуть вармы это точно киев для террористом да именно так но и дпшками так-то и по крипам выигрывает потому что у нее 14 на 3 против дивса которого 9 на 1 но и луна убивает у нас нижней на нижней линии бессмастеров как-то по загулял даже как-то странно что там бессмастер погиб и на топе погибает night stalker вот у нас файт краски по фрагу на каждой части карты хотя там еще и влип у нас миги ну и еще один минус даблкил для сс а да в общем странно здесь одно как погиб бессмастер потому что в принципе нету тут даже этой курсы о повернджерс раз таки замедления не было просто подбим подставился и сурки напихали странно конечно не забывай про то что есть кабаны юбе смазь которым мог бы их расконтролить и пословить я у тебя как его билета было непонятно как по мне утра и убить его без станов без слова особо ну краски 1 бим и все не знаю не знаю как-то подставился все таки так бы был бы отличный момент для он и call раз ким минус был об 3 краски фраг медуну и сражение вот здесь ну да ладно в принципе так сойдет почему бы нет ну как и не по фарму у нас луна так порядочно перелосхищивает вайпера хоть казалось бы на вайпере добывать крипов очень легко ну хотя присуда луны при помощи лунар блессинга да и он же тоже с лихвой для добивания а там все-таки добла стоит и постоянно мешает энчантер своими крипами там закидывает шок вейвы в общем неприятно ну в принципе посмотрим посмотрим сыграет ли это ключевую роль так как вайпер все-таки ну в мидгейм заходит раньше он пораньше становится прям жестким варды варит туда stalker ночь-то наступила и анечка подставляется у нас тем очка не выжить ну и даже вард половать не получилось так бы 50 голды получила еще и дына это я я как же неприятно а там виду сражения глотарского фото телепорт залетает у нас от той сталкера но поздновато прилетел в принципе ничего здесь не сделай получать краски сифончик там кстати еще и magic руна так что можно еще и плохо по отспаливаться поэтому и несу но нет убить не получится так как слишком уж толстый вот маха сейчас не устал бы от места до берега сейчас очень глубоко как он поставляется то есть мастер просто сбоковали под афоте шелдами всегда тут уже была юрс и был уже слоу по всей видимости ну и снова пропустил этом сорян но у нас все таки игра активная и фраги были и на других линиях так что все посмотреть увы нереально так все порядке да в общем в общем давайте опройтся полу в лам все таки уже 6 минута идет как мы видим съемка чуть просела удах все таки лесу могла поправить и получше у нас выход в митере они совпадают подцепить и стан залетает просто шедевральный от имперчиком он вкатывается ну как-то террориста жива боковать ловит верхнюю зачем ты бы куща за сэвили еще и земель а подставился тут вертик надо летать ованы нету у колд фронта ну и далеко у нас сталкера краски вышку втанковал пару тычек по имперчику ну и все разошлись как море корабли ловит ста на развороте получай противный ну и все ушли я сейчас здесь не едет ману то будет фраг он почему-то этого не делает но должен понимать на крип обоялся что грибы крип ему не сбил до краски съел манга и получает даблкил еще и сбивает сэм очко травлицу формила вот такая вот халявка и там почти убил кстати ультрамикса был бы трипл был бы просто мега-рофл ну да принципе энчантрас там полы отставал отставала их там был третий я хотел про нее сказать но с рюне уже почти 5 так что нет у нее все все нормально ну и у он и как есть небольшие проблемы по уровню ну в принципе можно их быстренько исправить что по нет ворсом луна топ 1 понятное дело там два фрага плюс фармит она лучше всех на карте после идет дпш который виду поставила очень неплохо конечно жаль погибла разок но все же у нее все отлично ну и дальше идет у нас вайперос которого сейчас очень сильно пробивают ну и выжить вообще никак получится вайпер страйк но вы ноль помощи мы еще подробилось от эндантов энчантрас так что еще и отхилит своего на сталкера и он в принципе даже на базу не отправится как есть урна в принципе подкилили ну и можно идти дальше убяток все-таки ночь будет еще целую минуту вкатывается земель а на луну луна с ультимейтом наверно нет а ультимейт уже был потрачен так что норм пошел туда фростбайк подкинул неплохо мординг бэкшота очень-очень круто отцевил он особо до но жаль жаль держали там контроли и афоте шилл был потрачен так что не получилось это все запуржить так сказать тигр пошел дынается обкрипов сейчас если найду то будет халявный фраг но не видят ай-яй-яй хотя вот должен был заметить но имперчик ты же видел и дынается ну как так да нет все-таки не видел все-таки не видел мне казалось что вижена хватало краски виженом 800 должен был быть ночью вкатывается но мимо все не туда да конечно вижена маловато будет краски выходит у нас найт сталкер неплохо и разрывает здесь им ультимейтом пошел на сифончик краски по сталкеру там еще и фростбайк в принципе соемка очень-очень битая сифон на развороте его сбивают урну повесили на террориста террориста у нас немножко подвлип ссори камеру я что-то был переключить ловит краски бимчик под урной сгорает бедняга ну ультрамикс тоже похоже сейчас под фидонит ну и верхняя не долетает верхняя вижена чуть-чуть не хватило но любом случае мс а у сталкера еще хватает любил он даркнесс так что ночь себе продлил ест фаер но верхняя очередная это поможет четвертый фраг должен быть и пытаться тебя бы убитая сталкера не убивает вышку раскайте ли верхняя поземелье и это дабл килл для колл фронта сколько же здесь на фидели он и ки ну да конечно не стоит этого делать вроде бы все было неплохо но теперь это становится плоховато становится плоховато нам пытается раски отспамится садовать вышку на своем очка очень тонкая не запаковали то хорошо что мы могли бы еще и фрагу пара наклепать крипы закончились совух далеко там потихоньку надувает свое торнадо так что танковать вышку было нечем конечно да есть толстый на и сталкер но все равно потерять шириной сварм залетит и можно было бы и под фидонить очень хороший вард ставит у нас пока что оба дону коза вышку в принципе готовится для пуша еще и т1 помиду ну хотя бы там вайпер оставили в покое это конечно плюс для он купил себе уже пт-шку ну и потихоньку будет входить в покупку меки понятное дело потому что меку кроме него здесь никто не купит а все-таки играть против зевса и мек очень-очень полезно это мой понятное дело и пайп тоже желательно взять ну или хотя бы глимер кейпов парочку на суппортах ну и снова спадение пошло на вайпера конечно он толстый телепорта сбивать есть чем есть верхняя ультимата зевса и земель я пришел не засевил не получилось очень плохо левелов тут нету 4 левел и петус почти на весь столб залетает к цемочке бедолага спряталась все-таки живет ну и бисмастер прилетает вызывает кабана вызывает птичку в принципе есть у него ультимейт но по левелам проблемы 10 минута и вот эти два суппорта пока просили ну ладно в принципе цемочка конечно да ультимейт у нее очень жесткий но без лево принципе можно какое-то время пожить но земель без левела совсем слабый прям элрор тополы рыб полетели сейчас будет гомандать и грипп нет ничего у нас не будет закидывать санс уже поздновато ну и мега килл для на сталкера в принципе так сделал все как хотел отдал мега килл а после этот мега килл забирает для себя бисмастер и пацаны я и хотел погибнуть от этого левела и мы еще не капнет а ты больше стри получишь ну почему бы нет в принципе порядком упала там 700 голды и что так спи в принципе что у нас имеется по деньгам на это минуте ведут по графикам как мы видим там 5 100 примерно на steam anyway ну и по xp ведут они тоже районе 2200 отличные показатели ну и луна фармит фармит он там очень плотно есть ее уже хелм of iron will и понятное дело на доминатор который уже купила то что сейчас будет крип и можно будет потихоньку делать стаки ну и да в принципе на творчество нет топовый на карте ну и все-таки как лейт керри понятное дело у нас сильнее ну вот как мидгейм керри с ней тоже быть вайпер но он все-таки отстает порядком уже на нее там 3500 против 4800 1300 это много отставания и видит там тимменивый давят плотно на ресталкер такой мидгейм боец в принципе нча уже очень жесткая фазы барабаны в принципе зевс понятное дело тоже жесткий у которой уже есть линза девятый левел и демажа очень много ну и под воду нам прыгать тяжеловато все-таки уже он 6 левела краски будет и ультимейт и афосит этого левела в общем тяжело все это будет даваться но и так вот укрепили свой лейт у нас anyway при помощи мидаса хотя и лейт у них и так сильнее ну да ладно мидас всегда полезный айтем ну в принципе да так можно сказать было бы полаганима у нас сталкера ну а так зато есть мидаса и принципе налейт себя обезопасил вышку это задает не динает но и будет ли ответ на падение дпшка ультимейт подрубила заходит раз я на спину вроде бы неплохо раскастовывает никого пока не убивать семка очень битая пытается уйти ультимейт летает у нас пока что от луны принципе неплохой эклипс пробивает нас дпшка дпш за спину впитывает очень много деманжа никого не убивает и сама лопается яйяй как это неприятно земель без шестого увы не писать дэмэджа до frostbite новый импер залетать по вайперу ну и это минус 3 все-таки сказывается отсутствие левелов на суппортах у оныков был бы тут земель а в файте и цемка с своим фризинфилдом было бы все очень плохо для тимэни вая так вот вроде бы все складывалось неплохо и зашла там спину но увы барабаны еще не собраны статов не особо много сэндонс тоже не прокачен получил там эклипс в лицо юла тоже нет но и все-таки сказывается то что у вас такую стадию ленингов и в принципе в общем линии под проиграли анима довольно таки плотно мы все-таки по пику вроде бы неплохо но краски у них пипы нацелена то чтобы выигрывать игру пораньше но не пораньше принципе еще ничего не потеряно но нужно было лэйны выиграть потому что у вас вайпер и как правило когда ты берешь вайпер это должен идти в карту в принципе цемка в харду конечно было бы слабая она очень тонкая если бы не пик цемки то возможно бы здесь все было круто хоть я люблю цемку как героя опасная опасная хоть у нее мс маленький но зато дэмэджа очень много и не раз купей демонстрировал как на ней нужно катать и принципе там и тараски собирал если что что давно это было но все же ну все таки пик немножко под проиграли у нас и он и ки вы я не видел пик на первую карту так что не могу сказать что было там но здесь я на пик под проиграли и краски полы нам немножко ошиблись все таки стоя хоть вайпер на сэф ленина оформил он там по камере по крипам в раза меньше и в этом еще и напрягали ну и после там еще и фрагов смогли наклепать на топе так что на и stalker разогнался который ночи даже к первой ночи там разогнался уже плотно час 2 у него счет 636 это очень жесткий кода на stalker об их пошел middle закидывает он сайл закидывает краски сразу в войд урну и легкий минус на эр спирите которые наконец-таки получать для себя 6 левел ну принципе не знаю скупаться с маками проблемы большие потому что даже мекки не будет а и вайперы хоть он сашу яшу вот вообще не знаю что здесь делать мне кажется что если ошибку не допускает у нас им anyway то они уже задают и не отпусть потому что у них за то что ну так в мидгейме пик если на равных смотрится послабее но все-таки их преимущество и все-таки луна для пуша у так вот вначале будет очень жесткой краски на там фармита free фарме и никто не мешает и она там выйдет буквально через 10 минут и убить ее будет совсем нереально ну и на плёд потихоньку вайпер по код фронту по млр пытается убить оборы неплохо газе в саппашу туда еще и саланс краски может быть убьют и абадона зам срезали пока что у нас эр спирита убивает краски было размер 2 в 2 понятное дело плюс для унка так как они по графикам проседают ну и все неплохо все-таки перебаковали и ошиблись у нас им anyway не хотя много на 14 минута и 1600 голды 1800 экспы это порядком порядком конечно убили они не топные творцы так как здесь у нас имеет голды даже меньше чем на и сталкер ну и в любом случае в любом случае отличный такой фальт получился выходит линча импету залетел очень больно кажется по птичке птичку краски переманивает сначала решил убить потом решил переманить но их сейчас птичку белогу сдует нужно было бы ее засеять а было бы на файте очень-очень классно то есть там уже первый дико у нас ультрамикса отступает потихоньку ульту прожали на ульта кота уходит совсем не туда так как прожали и отступили ну и хотя бы лесу по форме с этой ультой хоть как-то ее окупить все-таки кд внушительно там 150 секунд даже 145 секунд а там 5 секунд особо погоды не меняют луна у нас уже уже с командой есть у нее уже яша и есть уважок волков так что дэмош дополнительной почему бы и нет отличный выбор откидывал с покажет на сайлансом по террористу верхняя и очень больно это минус и укатывается сюда у нас подальше имперчик ну и да я уже говорил что террорист у нас играл по крайней мере неделю назад на роли кардлейнера и возможно у он и кого сейчас минер отсутствует в принципе первую карту выиграли это уже хорошо так как будет по крайней мере одно очко конечно хотелось бы три получить так как вчера они тоже получили одно но как мы видим пока что шансы крайне малы и схода рошана тут стоит вар который сейчас упадет сайт со центря в принципе да пингуют на вард но не успеете вы его сломать он упадет сам по себе рошан падает пристам от и данте или от плотненько заход пошел смоки прожимают птичка тоже летит птичка все это палит ну и рошан падает медленно но птичка убивает глоевами а это было неприятно да но бывает и такое в принципе смог вылазка какая-то было крайне странно подошли и смоки слетели ушли поймали сталкера там фростбайз летает у тиммейт пошел неплохо по сталкеру так я пробиваю сейчас если убьют будет очень круто как же там ухилит абадон но все-таки умирает пошел у нас эклипс вроде бы неплохой промо в лицо луну сэвид луну сэвид луну сэвид у ай ультимейт был потрачен в принципе убили только на бестмастера потеряли уже трои теряет четвертого краски после эги возвращается у нас луна но есть здесь у нас уже магнитайс в принципе неплохо но слишком уж толстая толстоватая у нас получается такая луна ну и маркингшот пытается догнать у нас террориста террорист конечно тоже на эмэсе тоже мансует ну и похоже это все но в любом случае понятное дело фраг не фраг а fight выигрывает у нас тим вернее так ладно ссоре да в общем дело за замесом пытался все еще и одновременно по файтерка посудить как мы видим есть эти небольшие проблемки ведь не за замесом следил а за погоня за дпшкой ладно в общем о чем я понятное дело замес выигрывают он и кем так как убивают они всех убиваю выбивают айегис в принципе это конечно не всех луна выжила но айегус били это главное краски остановили напор и потеряли конечно не одного кора но один кор выжил то что там дпшка вывезла себе 700 ну и как мы видим по графикам то все весьма весьма неплохо ну и да на дистанции конечно вайпер настрелял порядочно даже побольше луны хотя отстаёт там почти в два раза почти два раза отставал потому что хоть чуть-чуть да вывез да и луна потеряла немного голды что 18 минута 24 на 12 двоекратное преимущество у тим энивей по фрагам о голде в принципе не двоекратная но ведут восьмеру неплохо эти 222 00 норм дискорд готов узи сам ну а по эксперт как мы видим там 7000 уже имеется в принципе давайте полностью посмотрим а это мы там уже есть дорога лэнс у нас у энчантрес потихоньку вагане выходит себе stalker хотя как потихоньку он у него уже почти готова так как не хватает всего blade blade of alacrity так ставится паузам но он продолжал встретить темы в принципе луна решила выйти в себе в манта стайл в принципе айтем для луны весьма крутой плюс там есть эти два целых сайланса их скинуть будет тоже весьма весьма круто ну а бадон купил у нас медальку на в принципе стримил я вот прошлую неделю турнир вот элемент про гейминг и там вот педальки совсем не жаловались за матчи так 25 наверное я увидел только две медальки на в общем как то так команды не поверь команда 1 решила это собрать заценка правильный выбор принципе купил себе брейсер чтобы утолститься что ли против зерца есть magic вон дальше шаклака ну и понятное дело глимер вторый некрасиво уже имеется конечно хочется третье но пока не хватает террорист у нас приходит потихоньку себе в покупку и ула я уже спирит бомжуют если честно потому что только арканы и даже нету magic вонта выход пошла на сталкера и праймал рор кстати неплохо так убивают там снова топового нетворсом все еще должен быть на втором месте ну и ценш уже есть принципе яша тоже скоро будет а что сия не за горами для вайпероса сажали не меком мекала 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 было бы крайне полезное но решил то лучше уж плотность на файт ну да в принципе тоже верно видим косарь целый получают за убийство этого на и сталкера но еще и вышка так что еще косарь и кура не работает кстати это такое было там нужно это было шмотки выложить и вложить обратно нам нужно было выложить шмотки на землю вложить обратно бывает бывает вольво fix this place ну в принципе решили пуши дальше подругается экзорцизм пошли на т2 в принципе почему бы и нет есть третья некра вышка падает очень быстро в принципе драться за нее не решили стима не выдох разки а тут вышка дефа так-то собираются есть там глиф пошел по тигру на фросбай тигра ловят ну в принципе нравится понятное дело убить его будет пока нереально маги пробивают маги убивают ну а тигр делает телепорт и еульчик уже есть у нас террориста так что это очевидной минус и и так оники камбэк из real ошибку все-таки допустили у нас тима не вы с теми вот файтами совсем удачными да и в принципе не пошло нас кроме ду немножко подфидонили там размер 2 в 2 был ну и конечно файт на рошане был неудачный от тима не вы к там stalker подстрял вот здесь потом разделились и как-то не пошло все это на дистанции вайпер боец очень опасный беды пашка там неплохо шла со своим ультимейтом принципе и магнитость появился и cm краски ultimate свой не пожалела на убийство stalker а так что чуть-чуть под залили у нас тима не войну и до должны были по идее не так вот собраться кулаком командным и пойти задавить просто видим парочка ошибок и он и ки возвращают шансы для себя он закончится серию со счетом 20 ну и у шиву уже ходит дпшкам и понотворство не пока там второе место 9000 но зато зато файт она выигрывает по крайней последние но этому возит плотный ну все-таки там там есть проблемы с луной которая все-таки уже 10000 себя оформила по нотворсу краски это первый десятка на карте ну и потихоньку будет появляться бкб отлично этом а там уже крайне плотная 1400 кп порядочно если что это будет stalker уже с агонимом да он уже добирает себе так что пози позиционирование в файтах должно быть в разы лучше у тима не войне страна то что там есть птичка но все-таки подрубается дартная сказки там 16 тоже не за горами так как есть видос ну и вижу на будет очень-очень мало вот дарт на сам да вот vision весь порезался и даже птичка видит так себе вылазка пытаясь куда-то выйти но там вас тоже отправились тима него и конечно не идут не командной это минус но и сейчас найдут низкая граунт своего оппонента то должны будет развалить но пока никто никого не встречает на вардах никто не палится и вот к неске палятся у нас тима него и решаться ли туда нападать у нас он его он его конечно он и кем но при все могут почему бы и нет получили инфу куда оппонент ушел краски там птички от контроля дарк нас кажется работает вижу на очень мало видно просто вот вот столько но в любом случае никто никого не встретил вам птички очень очень полезно висят прямо на точке ну да ладно там одна уже погибала от сердечного приступа что не суть что дарт нас уже не работает что можно эти драться потому что есть vision дпшка ультимейт вроде бы неплохо раз пошел у нас файд ультимейт от зерса пробивают лотника земель а рассказа не успела их что ж ты так и вайпер в ли папе очень биты убивают у нас еще и цемочку минус 1 минус 2 минус 3 минус 4 ну ультрамикс под дискордом мчится в сторону базы конечно он уходит но увы потеряли четверых и вот так вот у нас файд произошел как-то очень криво был хоть и фризенфилд оценки но дэмоджа внесла на очень мало для мир кейф тоже был заюза но увы кстати вот не кратч красный возможно он был фарован я этого не заметил нет наверно все таки не был фарован но все таки то ладно я сделал со своей верхней так что спалили цемку развалили очень быстро несмотря на то что она в инвиз ушла вижен то имелся ну и вот сломали вышку это очень опасно против луны потому что луна под главами тросят базу на раз-два там базе больно принципе и все остальные больно убивает как раз киранжовый барак на и упал ма поймали на слуну очень конечно каспер раз что упал именно этот барак магнит айс по моргинку ее продолжает магнит айс еще и по тигру можно его цеплять принципе дэм уже вносит там порядочный ультимейт будет через пару секунд но нет даже не сработал ультимейт потому что секунды не хватило ну и в принципе потеряли четверых потеряли после сторону не целиком понятное дело остается милишный это главное убивай краски топовый нитворс и получает 1800 голды байбэка мне было так что норм почему бы нет потеряли краски рэнджовый ну линия будет пушиться вашу сторону в принципе больших проблем это не заставит потому что отпушивать это не слишком сложно конечно был бы кота свент в пике то вообще было бы идеально как бы он фармил больше прям под базой кривы бы сам сами к нему шлем ну а так тоже сойдет ну а цемка решила выйти себе покупку бкб ну и аганим появляется у абадона должен отдавать она и сталкеру все таки там уже с аганимом который кстати тоже выходит в покупку бкб блиндаггер готов уже у бисмастера сделать просветочку всех нашел ну и луна купила себе бкб что еще что еще в принципе наверное на этом все кстати странно-то билд у террориста то есть плейдмейл то чисто на армора сверху пил себе виталити бустер явно не атос и я не думаю что это тараска скорее всего на energy booster потому что мы не знаю ну где на soul booster ну не знаю посмотрим рошан через 18 секунд даже через 15 вы их пошел по уровню шоту успел он упражать но недалеко ушел прям альрор и влипает очень плотно поцепить не получается теряет снова на стоповый нетворс очень много голды упала уже ну и еще и миги поцепили энчатрос очень больно ловит анастанчик вправе ставерну сайт под ним вроде бы неплохо но выцеплять уже не получится ну и отлично все для он и кал так как убивают они там буквально на таймере возрождение рошана так что круто круто 2000 голды 3000 xp еще и рошан стоит эти убегаешь на я жаль что экзорцизма сейчас будет кастован обратно что ли ну в общем закончится марша на побить при помощи его не получится ну да ладно там уже и так хватает ну и darkness night stalker подрубил конечно вижу порезал но увы рошана это никак не за сэйви для team anyway это оказалось бы все очень круто так и и второй раз они бы рекомбэк ну лишь он даже не рекомбэк на это принципе не лоброю гроша на краски вернули своем но снова допустили ошибку во время отступления подступили луну и они по цель вели и вот так вот все сложилось для тима не выдачно сказывается то что суппорты как бы отличный суппорты но подсэйва от них нету краски а тема нет каких-то там форстафы были бы или глимеры но вот они такие собрались на усиление на себя ну и команды вместо барабаны и выходит там вагоним но это уже для себя больше ну и night stalker конечно vision да это круто да прислана на stalker по-любому нужно был агоним нотанчан трасс возможно стоило бы вот не прям так выходить ну да ладно зато она будет жестким керрием может конечно были моменты там где вот она подпродала чуть-чуть но зато будет жестким керри выгодом пошел пловит нас похоже пока вайпера сайланс по двоим мантует все быстро это сняли вайпер все-таки уходите далеко ловит он вот плевается отстанет меня night stalker а вайпер срак еще на вороте но в таверну не отправлять потому что есть у него есть когда проигрывает совсем забыл на и улыбка что цемку цемка с ультимейт пытается отойти и глимерки пытается кино все-таки есть генах то что нужно бежать земель и очень бита земель и выживает промо урожай да просто по луне земель указ подальше очень конечно выжить и вкасовать после свой ультимейт пытается на сломать пока что базу но дается это в принципе не особо легко лучше бы красавица оставили с собой так бы можно было бы для пуша его использовать очень грамотно но теряет night stalker а в принципе сторона почти почти упала конечно попадали все туалеты на страна увы стоит и остается все-таки у него хп вышечки вы не у бараком ну и отступают у способы тимэннивый несколько разбил пока был один в один подцепили у нас еще и зевса магнитайс ну и буду тут вдвоем от это таверну снова ошибка при пуша от тимэннивый как-то с плохо нужно все-таки держаться больше командное было и забирать равномерно далеко там не нырять там еще и глиф был ну нужно было подойти начать пушить прям плотно развести на глиф отойти ну и еще раз повторить попытку уже скрипами мы видим несмотря на то что там поломали все тазики вот так вот не все тазики конечно в ближайшие тазики были сломаны но остается милишный барак который понятное дело регенится мы проблемки проблемки вырисовывается зато зато есть луна который 15 тысяч жены творца время как десятка у ближайшего кора он и ковно проблема том что десятка там аж у троих кора он и ков и да это могут быть проблемам ладно здесь тоже особо не проседает ли там 9900 у сталкера видим пока это не помогает ну и да нам даже повезло он и ком потому что и земель и ушел на ловкой пэйт м каприз там на лохит ах ушла но мы видим есть такая поговорка везет сильнейшим мы и проделажа к запишки торм отправила и луна сухой пытается сбоковать пока что на без мастера если бы иммейты были рядом то возможно бы получил бы у нас товарищ мординшот правил урор в лицо и помер но нет нет его не было кастовано но и ничан заходит на рашпит чекает тоже как-то опасно передвигается на смеи и потому что там четвером рядышком были анима либо отомстить за такое даже не отомстить а наказать и бкб готова у вайпероса 30 минута что поэтому давайте еще раз прочекаем почти влад мир готов у нас у бестмастером в принципе да это соул бустер так что пэтмейл чисто для статов а не нашиву мека есть в принципе может быть даже и пайп купить себе эрспирит кто его знает ну и в принципе ой и выход пошел краскварды и палятся пытаются пойти подпушить вышку аккаунтскую позицию занимает не особо удобно потому что стоят на стоят на лоу граунде а ну а оппонент все-таки там будет пушить т2 ну и если будут драться то может быть и не получится птичку сбивая краскварды пока что у нас на из сталкера пробивает его очень плотно пошел туда еще и фризинг филз вроде бы неплохо но не убивает дпшка перебуковать все таки есть не ну в принципе так и п много армора много но все но могут убить довольно таки быстро пошел эклипс неплохо убивать дпшка без байбека ультимент был уже потрачен так что вообще плевать даже если бы она байбеку вас хотят при байбеке могла подраться весьма неплохо пробивает топорами у выживай покажу на стать сталкер магидашка кастуется но не продолжает не все-таки погибает и это минус 2 2 в 2 3 в 2 ну и кто у нас там телепорт кастует луна ну в принципе казалось мне сначала что файт проигрывает у нас он и кино нет это не выигрывает ну в принципе в принципе да вайпер конечно на дистанции наваливает очень очень много дема же 2700 настрелял при том что он даже вайпер страйк не кидал он даже куда он не был но забавно или он кинул там сам начало но выкинулся в начале по найсталкеру похоже я краски смерти сталкера зачитала а вайпер страйка нет ну не знаю ладно несут на любом случае очень опасный боец на дистанции вайпер и его бы стоило убивать побыстрее вот уже владмир готов у бестмастера и в то время худ покупает себе эрспирит понятное дело до грейдил себе его в пайп так что земель будет очень очень полезным ну а не чат раз наконец-таки вышла себе покупку аганимом но и все еще на целых пять тысяч ведет у нас луна как и было но там уже вайпер вышла 12 500 так что он тоже боец очень и очень крутой ну а луна решила выйти покупку бабочки ну принципе да добавить выживаемости и понятное дело при помощи гливов вы его в добавит и дэмэджа немало но пока как там ошибки допускает тиманин новей хоть мне кажется что они должны быть сильнее пойди потому что по пику них вот так вот плотнее и что ли там домашний в принципе если ну не домашний домашний смысле дэмэджа больше ну и краски графики у нас в нулях так что посильнее смотрится дает луна жесткость этому наставал туда было понятно там у луны до восставания по надфорсу вайпера и всех убивают луна там жестко и как-то не получается и раздамажить посмотрим что у нас выйдет в следующем файте ну в любом принципе случаем все мы согласны с тем что камбэк довольно таки хорошие оформили он и кем ну и мы не вы все-таки ошибку допустили очень серьезную во время того вот еще пуша в миду и один вышки когда они пошли не команды едва в два разменялись ну и после нашей понятное дело был совсем провальный момент да кстати да кстати у анима нету ни одной внешней вышки в то время как им они имеют еще целых две в принципе до которых еще не добирались потому что они фуловая так вылазка пошла в принципе пингунь понимаю где находится оппонент и решили просто разойтись телепорта это сделать получается да конечно чуть-чуть наплевали по найсталкера но благо не было никого со станом чтобы здесь можно было этот телепорт прервать ну что 30 на 25 35 минута бкб готова у цемки вот так вот неплохо в принципе не топовый суппорт получается потому что топ-1 у нас за энчантрас хотя казалось бы они там даже найсталкер топ-1 но он все-таки нет ухода не был дал никак суппорта как ордлайнер форме начальном неплохо дай крипов 91 порядочно у цемки там все-таки в разы меньше хотя нет а 52 крипа я думал там в районе тридцатки что там вообще происходит по крипам по фармингу неплохие неплохие цифры если честно блин даггер газу узи в сулем в принципе блинков там уже у нас в игре монет преселинку так то и не было это первый блин нет второй блин краски был первый ультрамикса выход по шоу прожимается у нас два бкб начали отоваривать пошел то еще фризинг филки плохо дуста я отстанем продамаживаю очень-очень плотно мординг шот воюет на мординг шота убивают никого бить не получилось как же плохо все началось для тимэнивый у фронта же тавернуло это случай миги это минус 4 в принципе развалили вообще без проблем ну и как-то все плохо у тимэнивый так как скорее всего будет я тянемит конечно улетела у нас тимка ну да ладно не беда и без цемки в уши справиться можно особо не парясь ну и в принципе да падает у нас потихоньку конечно вышка хоть есть глиф он заканчивается байбеков то нету и в принципе все го пуш 2 пуш сразу же милишные понимаешь что никто не байбек так что дефать не будут все сторону спушили траву лап прям в пайт прилетают для бестмастера решили переключиться на нижнюю линию ну и это будет сложнее все таки у вас нет героя прям для пуша жестких на вайперос мог это сделать но увы он улетел на под деф и и зря как бы по крайней мере с пушили и вышку и ранджа вы ладно принципе так норм ушли ранджа вы и просто уходят телепортов да конечно ошибки такие странные у тимэнивый и позиционирование файтах плохое у них частенько бывает и в принципе то что на 35 минуте там даже 36 минуте они были без байбеков по своей базы и краски терять четверых и терять линию это было очень странно и понятное дело там очень много голды вывозят у нас при этом он и кей там уже и актаин появляется и пайп есть и 5100 голды вайпера ну похоже приплыли тимэнивый ну да в принципе я уже говорил что у них лет ну вроде бы сильнее а потому что там энчантрис импетус и луна зевс который в лейте ну становится сильнее в принципе с каждой минуты так как у него пассивочка процентная то есть чем больше минут эти понятное дело больше статы и тем понятное дело больше урона от зевса но как-то как-то не идет ну и тигр пытается нам имперчик его поймать но нет в принципе вар сломали и так сойдет ну и что бьют рошана рошан третий принципе сырного рошана терять очень не хочется но драться на рошане в принципе можно но там так то файт тоже жестко расшатиться даже будет пожестче ловит у нас пока что сталкера вайпер страйк под бкб замедление промо урора и это минус без байбека в принципе им этом он уже никак не может ближайшую минуту миги ловит у нас танчик таверну без байбека а потом пришел повоевать как левка сражается но увы ничего он здесь не сделает тоже будет минус ну и там что-то рисует у нас сталкер знаю что горит фурион и тип уж но увы и фуриона в пике нет все в принципе потерять троих у так вот сумбурно странно терять еще и рошана ну и да попахивает тем что тим и невый второй свой матч в рамках второй неделе сами закончится счетом 20 плохой результат все-таки шансы на победу в этой карте у них были весьма солидный потому что старт был очень крутым ну и как-то ошибок начинает сказать все больше и больше и уже мкб есть у вайпера за контриль краски по покупку бабочки на луне мы видим там луна пытается фармить 20 тысяч вроде бы все круто но увы увы фрагов делать не получается там не сложил сражалась на файте там очень там долго дралась и пыталась куда убить но здесь все слишком толстые стали там уже и мейки и глимеры и бкб слишком уж много хп ну и урона не хватает прямо урор пошел нас по сталкеру сталкеров то верно без байбэка в очередной раз байбэка в принципе нету ни у кого кроме луны бкб подцепили нас миги миги и потом кб разваливает очень больно минус в принципе луна прилетела луна ловит вайпер страйк ультимейт пошел в принципе ультимейт вроде бы неплохой развалит одного часа убьет еще и взорова гадлайк не сбивай потому что есть аегис принципе сыр 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 у кого сыр бы наверно у кого-то уже кто погиб да был он цемки ловит нас вайпера вайпер с гадлайком напоминаем в принципе убьют будет очень круто пытаясь пробить и моргеншот справляется еще одного и три полкил неплохо но увы сторону все таки потеряли у нас тимэнивэй но хотя бы вот подрались и краски это был тим вайп у нас был размен 4 в 5 если что еще и байбэк у цемки так что там луна вывезла себе 3500 3500 за файт и 7000 xp неплохо поднялась ну и да цинка байбэк для того чтобы сторону задефать ну в принципе можно было бы и отдать сторону в любом случае даже на ее ее отдает потому что крипам плевать крипы пушат ну и байбэк от семечки в никуда зашел и аганим немножко отложится ну такое такое в принципе давайте посудим есть луна луна в принципе так как какой-то там с вен или ам с бэфом или в общем любой герой со спешом такой вот жесткий лейтовый которому плевать на мега крипов даже и можно дефаться очень долго и даже ли не толкать при том что у тебя пушат мега крипы так что двумя потерянными сторонами ким керри вполне можно камбэкаться ну и принципе не забываем про то что у этого керри 26000 творца который уходит в сатаник ну сатаник мне кажется ошибка все-таки урон был бы на получше хотя добавить выживаемости да тоже неплохо краски она здесь выжила при помощи своей выживаемости вряд ли бы она смогла внести нужное количество демиджа если бы не было какие-то другие темы краски на урон чистом ладно в принципе норм сатаник жесткий айтем краски там один выстрел и отхилилась на full хп а тут даже так сатаник и сверху 4 600 а вот это вот жестко так что можно выйти еще и в мкб или даже в криты поспели на и у нас земелью пошли сразу куча бкб по кул фронту навалил кул фронта расставался крайне слабо конечно он закинул но этого было явно мало подцепились и фоны пошли в принципе воюют сражаются неплохо мординшот подрубает подрубает сатаник пытается хилиться хилиться очень очень неплохо убивает вайпер ай-яй-яй террорист террорист воюет террорист подрубает краски и ул пытается пожить ну и мординшот пытается скрыться и там есть дабл дэмэж взял бы было бы неплохо но увы террорист дабл килл трипл килл от террориста ну и 5 в 2 эх взял бы дабл дэмэж чуть пораньше появился бы он тут бы луна потращила лица просто всем ну и три байбэком сразу летает от тимэнивэй да казалось бы немножко наказали за наглость он и кау подрались очень круто она заработала много мотит этот байбэк и там в принципе он был дороговат и принципе байбэк по стоимости 1700 голды примерно там ли 1500 что почти мкб или даже там дайдалус можно было бы взять ну зато теперь можно тратиться подонька как байбэка все но нету аут пик вот айтем жесткий можно ну и рефрешер уже готов у ультрамикса шива готова у дэс профит в принципе полы влом видим проседает энчандрос 14 конечно маловато будет для 43 все таки это энчандрос который нужен 16 все-таки не аганим с импетусом primal roar по night stalker в очередной раз ловит у нас нс хотя казалось бы у него есть преимущество vision обширной ночью и все-таки уже там не 16 понятное дело есть уже даже 17 и казалось бы ловить его вообще нереально но нет ловят справляются тигра тоже ловят тигра подцепили разваливает мех конечно у нее есть но поможет ли вряд ли про мороз или потратил рефрешер и две пачки не кратчей тигра пытается пробить приводит его конечно неплохо но не убивая там еще и по и подрубили магнитаз пошел краски фокус на микки и call front of our таверна микки в таверну кстати байбэк и делали у нас stalker вместе с энчандрос звезды как не делал но у него просто не хватает бабла ну и потеряли троих и все вот так вот просто вы проиграете на рошана цель 5 минут но понятное дело на рошана он и комплевает так как там три игрока таверни у вас пятеро ну и как-то все вообще непонятно происходит ну да луне увы не хватает на какой-то мкб так бы можно было бы увеличить шансы на какой-то крутой файт ну и там нету праймал эрора но вряд ли это поможет там пошел бкб принесли кулдауне моргин шоу это кладем рейс пошел ультимейт пытается его пробить пытаться подхилить моргин шоу тигры сражается сражается ли сражается развалив двоих неплохо подавить еще террориста террористу в принципе больно но есть пока под акторином ну и пытаюсь первую тех где у нас вайпер а вайпер у нас не с тиммейтами а вот как оно получилось вот почему не получилось убить двоих ну и вайпер вайпер пацаны я сейчас все исправлю мое против моргин шоу то моргин шоу взрывает у нас дп сбивает с них 1200 голды весьма и весьма неплохо и ес сыр пытается рада до конца в принципе нету сатаника и не победит похоже хотя нет побеждает да побеждает и но убивают тоже и ее но и вайбека нету в принципе у нас имперчик уходит на базу какие же здесь файты происходят такие очень странно если честно мувы частенько залетают ну да в общем как то так ну что в принципе можно сказать по этому моменту луна конечно победила вайпера хоть и и тому и другому помогали жаль конечно хотел до сатаника там буквально секунду так бы сатаника выжила в принципе байбека нету у луны еще целых 80 секунд но там два коров таверни так что уж пока не отправляется нас он и кем могли бы байбек но спаде и патис кушать но решили не рисковать хотя мне особо кажется риска не было потому что там только луна опасная так как у нее там 28 тысяч на творца там ближайший корк это зевс которого 11 сейчас в принципе вы лопают на раз два что в принципе можно было бы и закончить пойти при помощи байбека но решили не рисковать до хорошая она там минут так четыре должно быть провала у дпшки готовы уже там эти какие-то размены байбеки с кем отрывала залетать в принципе почему бы и нет ну и что у нас пока по сторонам так мы видим две на одну краски одну потеряли здесь две накраски стороны учатся все разные то что все таки в одну сторону линия пушится у он и к ваду их сторону пушится линия у он и к в принципе что сказать по над ворсом как мы видим там очень-очень далеко вырос вперед нас луна но там все таки два кора по двадцатке еще 18 у без мастера но там просаживается мидер карли не тоже уже отстал что по графикам 10000 даже там 11 примерно за он и камень и до камбэк был весьма солидный кто такой был небольшой камбэк обратный от тима не вы но не удался так как упал снова но сейчас чуть-чуть играли но такое это еще не камбэк не не рэ-рэ камбэк наверно будет правильно ну да ладно мы по xp15 луна же вам луна же вам байбэка нету в принципе будет через две минуты и можно закупиться закупилась рапиркой а вот этот конечно неплохо на характере понимаю что нужно в этой карте тащить так как заканчивать второй день за счетом 02 не хочется вчера напоминаю не проиграли против жазбы за счетом 02 ну и цемка на пути к гневу рапирка готова неплохо неплохо с маками закупились посмотрим почте подраться в принципе принципе стоит драться на базе или скедевт вышку птичку бы сбить на птичку сбили ну наверно все-таки стоит драться вне базами кажется пошел пока нападать у нас на сталкер поймал урок пока не ловит пока без мать я решил в него не рассказал вас потому что сидит пацан сам для мерки пытается убить довольно-таки быстро не получается пошло на сражение пошел у нас еще и новый год но мимо тигра пробивает а тигра побывается тима это что будет жить уже рфс пожимает асбит мастер нападение prime аурор ой 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 морнинг морнинга пробивает морнинг хелиза морнинг живет морнинг таверну рапиру теряет и это гуд гейм здесь выиграть уже не получится байбеков нету и это минус 5 в размен на одного эрспирита ну и как-то не удался поэт хотя казалось бы уже рапира есть и 5000 дамажа впишется вает зевс но все таки все таки ошибка была в том что вот такие два суппорта какие вышли чисто в себя не на команду на себя была бы какая-то там линка я не знаю лотусы краски там уржить прям уроры или краски сэйвить от них или там какие-то глимеры форстаф и краски сэйв свою луну и такая луна бы потрачила всем лист потому что она всю игру было топовым нетворцем и у нас моргиншот делал все что мог но увы ему не подсуппортили до победа 2-0 для оликов напоминаю что была вторая карта на первом я ворваться не получилось так что на этом все с вами был тексас подписывайтесь на мои социальные сети ссылочки в описании также не залетает в чатик ну и всем пока а